Короче говоря, лучший друг. Я начал возмущаться. Какая стирка? Ко мне едет девушка. Миша сказал, что он уже под парадной. Меня набрала Настя. Сказала, что тоже под парадной. Я сказал, вот мудак. Настя не поняла. Но догадалась, что мудак явно не она. Я их встретил. Настя спросила, как мы будем отмечать. Вместе с Мишей я пояснил ситуацию. Сказал, что Миша закинет вещи в стирку и уйдет. Все вроде устаканилось. Миша пошел в ванную разбираться с машинкой. Мы тем временем заказали суши и уже открыли вино. Настя сказала, что квартира маленькая, но уютная. Настроение поднималось. Миша позвал меня в ванную. Я подошел. Миша спросил, в какое полотенце можно замотаться. Потому что он как-то не подумал и забросил в стирку и те штаны, что были на нем. Я сказал, чтобы он завязывал с шутками и валил уже из квартиры. Но этот дурачок реально стоял в труселях. Я попытался пояснить ему, насколько он тупой, но слова подбирать было трудно. Дал ему полотенце, хотел еще дать по голове, но сдержался. Сказал ему сидеть в ванной до конца стирки и не вылазить. Полный позор. Мы с Настей продолжили вечер, как ни в чем не бывало. Но потом она начала интересоваться, почему Миша так долго не выходит. Я не знал, что сказать и сказал все как есть. Настя засмеялась. Когда успокоилась, сказала, что нужно позвать Мишу к нам. С каждой может такое случиться. Я позвал Мишу и сказал, что он должен Насте памятник за адекватность и понимание. Мы даже поделились с ним вином. Когда стирка закончилась, я сказал ему побыстрее валить домой. Он быстро собрал манатки и я почти выдворил его из квартиры. Но Миша сказал, что у него есть последний тост. За Настю, которая все понимает. Отказать было некультурно. И этот рукожоп облил Настю вином. Она сказала, что теперь ее очередь стирать вещи. И походу она сегодня останется здесь. Миша шепнул мне на ухо, не благодари, и свалил. Короче говоря, лучший друг. Друзья, всем привет. Если в этом ролике вы узнали себя и своего друга, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также пишите об этом в комментариях. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok